Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на Иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском. Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Посвящение. Бог требует абсолютного посвящения от своего народа. Это значит, что все в нашей жизни должно быть подчинено ему. А не будучи полностью посвященными Богу, мы не будем жить жизнью, угодной ему. Наша жизнь не будет жизнью, приносящей славу Богу. А наоборот, мы будем все более и более отворачиваться от Его воли и исполнять Свою. Так позвольте мне спросить вас о посвящении. Вы полностью посвящены живому Богу? Почему нашего Мессию, Яшуа, Иисуса Христа часто называют Господом? Потому что Он должен быть Господом в нашей жизни. Называться Его учениками — это и есть быть людьми, которые служат Господу угодным Ему образом и исполняют Его волю. И сегодня на этом занятии мы увидим, как это серьезно — жить так, чтобы это показывало, что Он первый в нашей жизни. Так что с этими словами возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 10 главу. Сначала на несколько минут мы сосредоточимся на 34 стихе. Евангелие от Матфея, 10 глава, 34 стих. И я вспоминаю, что почти точно в этот день, 35 лет назад, я учил по этому месту Писания. И вот из-за того, что я обратился с этим первым стихом, что сказал о нем, меня уволили из общины. Я там проходил интернатуру, и, по моему мнению, это было чем-то основополагающим, тем, что любой верующий понимает, принимает, соглашается, но конкретно эта община стала очень враждебна ко мне из-за того, что я сказал об этом стихе. Итак, посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 10 главу, 34 стих. Мессия говорит здесь, не думайте, что я пришел бросить. В большинстве Библии сказано «принести». Это нормально, но здесь стоит слово «бросить», и это говорит о его власти, что он может вбросить, вложить в этот мир то, что он желает. Это слово в оригинале говорит о его суверенности, о том, что он контролирует все. Еще раз, 34 стих. «Не думайте, что я пришел бросить мир на землю». Не мир пришел я бросить, но, заметьте, что здесь сказано «меч». А меч – это оружие войны. Что буквально говорит здесь Мессия? Что ж, когда мы читаем то же самое учение в Евангелии от Луки, есть изменения? Слово «меч» Лука заменил словом «разделение». И это помогает нам понять намерение Иешуа. Что имеет в виду наш Господь? Вот что он имеет в виду. Он приносит меч, который производит разделение. И о чем он говорит? Это очень ясно. Акцент, который он делает, и что мы изучаем несколько недель, это Евангелие. И именно Евангелие действует как меч. Оно разделяет людей. Оно производит разделение. Вы или принимаете его, и тогда входите в общину Господа, или отвергаете. И тогда вы исключены из Семьи Божьей, из Царства Божьего, из благословений Божьих. Итак, Евангелие, оно как меч, который разделяет людей на две группы. Так позвольте мне спросить вас, какой группе вы? И второе, что нам надо понимать о его словах, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Мир для многих это самая главная цель. Но для верующего, знаете, какая самая главная цель? Слушаться Бога. Жить угодно Ему. Так, чтобы это прославляло Его. Так, чтобы верно проявлять истину Божью в нашей жизни, исполняя Его волю, следуя Его наставлениям, чтобы Ему было это угодно. И мы знаем, что когда Мессия придет снова, чтобы установить свое царство, Он придет не установить мир. Он придет судить. Все, кто отвергли Его Новый Завет, а Новый Завет неразрывно связан с евангельским посланием. Если вы отвергнете Его, вы не будете переживать вечный мир, но вечный суд Бога. Это-то и сказано во мною и расстроило людей. И вот что. Есть много тех, кто думает, что это хорошо. Это от Бога, что мы поклоняемся вместе. То есть одна религия и другая, и третья, в них могут быть богословские различия. Может, они называют Бога другим именем, и может, их Бог не отражает библейского характера, того, что мы читаем в Писании. Может, их Богу угодны совсем другие заповеди. Может, у него другой характер, другая цель. А знаете, что это говорит мне? Это не тот же самый Бог. Поймите следующее. Давайте возьмем конкретно одну из основных мировых религий. Тот, кого они называют своим Богом, не Бог Израиль. Когда вы изучаете качество, характер, заповеди, его пути, и когда сравниваете с тем, что Писание говорит о Боге Израиле, это не тот же самый Бог. Это значит, что последователь Ешуа, верующий, мессианский еврей, христианин, не может поклоняться рядом с тем, кто не исповедует Бога Израиля. Потому что у нас, услышите это, нет ничего общего. И вот что расстраивает людей. Единственное, когда мы являемся миротворцами, это когда мы провозглашаем мессию Ешуа, его распятие, смерть, погребение, воскресение из мертвых, его как единственного спасителя. И только это послание производит мир. Значит ли это, что нам следует быть недобрыми к людям других лигий? Абсолютно нет. Нам следует молиться за них, быть добрыми к ним. Мы можем благословлять их благими вещами. То есть, если они в нужде, помочь им. Если у них проблема, решите эту проблему. Если у них финансовая проблема, вы можете явить любовь к Мессии и поделиться. Я хочу помочь тебе в этой финансовой проблеме. Потому что мой Бог, Мессия Ешуа, Иисус Христос, сказал мне любить всех людей, и даже моих врагов. Но поймите, они поклоняются не тому же самому Богу. Поймите, единственные миротворцы это те, кто тщательно, правильно, точно делятся с людьми посланием Евангелия. Истинные откровения Мессии. И вот, почему Мессия говорит здесь, прочтите внимательно, «Не думайте, что я пришел бросить мир на землю. Не мир пришел я бросить, но меч». 35 стих. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невесту». Это также может быть слово «невесту со свекровью ее». Почему так? Это то, что мы уже изучили. Речь о Евангельском послании, что Ешуа — единственный путь, чтобы обрести прощение грехов. Он — единственный спаситель. Без этого Евангельского послания вы не сможете войти в Царство Божие. Не приняв Евангельское послание, вы навечно будете осуждены в аду. Сегодня это непопулярно. Люди говорят, что это узкое мышление, но это истина Божья. Пойдем ли мы в этом на компромисс? Нет. Если у нас надлежащее посвящение живому Богу, Богу Израиля, тогда не имеет значения, что говорит мир, не имеет значения, что думают люди, не имеет значения ничего, кроме того, чему учат Слово Божие. Писание учит, что Ешуа есть путь, то есть путь в Царство Божие. Он есть истина. Все прочие пророки были лжецами, кроме тех, кто пророчествовал по вдохновению Духа Святого, о котором мы читаем в Писании. Мессия. Его послание и послание тех, кто принял Духа Святого, чтобы записать истину Божью в этой книге, в Библии. Они и только они открыли истину Божью. А все прочие религии ложны. Вот такое посвящение должны мы демонстрировать, чтобы быть угодными в очах Божьих. Итак, Мессия говорит, «Вы должны понимать, что Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со святовью ее». 36 стих. «И враги человеку домашние его». Услышьте снова. Евангельское послание разделяет. Нет тут нейтральной территории. Вы или принимаете его, или отвергаете. Вы или последователь Ешуа, или вы против него. А те, кто отвергают евангельское послание, с ними у нас нет ничего общего. Мы по-прежнему любим? Да. Мы молимся за них? Да. Мы добры к ним? Да. Но поймите, что в конечном итоге, когда они умрут, для них нет никакой надежды. И когда мы будем говорить истину тем, кто не принадлежит Мессии, не будет нравиться истина Божья. и будет конфликт. Поймите это. Не отворачивайтесь от истины из-за того, что она вызывает конфликт. Этому-то Мессия и учит нас. Он сам говорит, «Не думайте, что я пришел принести мир, бросить мир на землю». Знайте, что его истина, как меч, она разделяет. Теперь посмотрите 37 стих. Вот что он говорит. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». Представьте такое. Об этом-то я и сказал в начале, что наше посвящение Мессии должно быть полным посвящением, а все остальное подчиняться этому посвящению. Ясно сказано, не так ли? Он говорит, «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». 37 стих, вторая часть. «И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня». И обратите внимание на то, что он говорит здесь. Он связывает эту заповедь с чем-то еще. И вот как посвящение ему проявит себя. Обратите внимание на следующее, что он говорит. «Давайте посмотрим 38 стих. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Заметьте, что он говорит о кресте. Что это значит? Крест — это символ гонения. Это символ страданий. И в конечном итоге те, кого распинали, очевидно, умирали. И вот что Мессия говорит здесь. «Мое послание как меч». Это значит, что по этой причине люди будут конфликтовать со мной, преследовать меня, создавать ситуации, в которых я буду страдать. И, возможно, я и вы, мы с вами, будем призваны отдать жизнь за это евангельское послание. И почему он говорит здесь о кресте? Потому что крест является основополагающим в Евангелии. И Евангелие говорит о нескольких очень важных истинах, которые нам необходимо помнить. Прежде всего, почему Ешоа должен был пойти на крест? По причине моего греха, лично моего. Это персонально, поскольку из-за моего и из-за вашего греха он пошел на крест. Поймите и что-то еще. Крест говорит о Божьем суде, о его суде над грехом. Только через крест проблема моих грехов была решена в полной и достаточной мере. Полностью. Над ними был произведен суд, и теперь, через веру и то, что Мессия сделал ради меня, я имею искупление. И это искупление вечно. Крест — это основа. Он говорит о моем грехе. Он говорит о Божьей верности судить грех. И мы так благодарны за то, что Мессия взял на себя этот суд, который предназначался мне. И опять-таки, это лично. Суд должен был пасть на меня, но пал на Мессию. А его праведность, это даже становится лучше. Не только суд, предназначавшийся мне, пал на Иешуа, но праведность Мессии Иешуа. Праведность Иисуса из Назарета была передана мне, и, следовательно, что это дает мне? Это дает мне уверенность. Потому что точно так, как мои грехи перешли на Него, когда это произошло? Помните, когда Мессия, будучи на кресте, сказал, «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Это говорит о разделении между Богом Отцом и Богом Сыном. Такого никогда раньше не было. Когда Мессия Иешуа пережил это, Он вскричал. И когда это было? Писание говорит, что Иешуа, который не знал греха вообще, когда Он понес наши грехи, то есть, когда наши грехи были возложены на Него, тогда и произошло разделение между Богом Отцом и Богом Сыном. Вот почему Он воскликнул, как сказано в 21-м пророческом псалме, «Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Это момент разделения, потому что грех производит разделение между человеком и Богом. И над грехом был произведен совершенный суд через смерть Мессии. «Но Он не оставался мертвым. Он воскрес в третий день, знаменуя победу, которую Он держал для вас и для меня». Вот почему Он говорит здесь о кресте. Снова посмотрите, 38-й стих. «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня». 39-й стих. «Сберегший жизнь свою потеряет ее, а потерявший жизнь свою ради Меня сбережет ее». То, о чем говорится здесь очень ясно, а именно о призвании к полному подчинению. Вы знаете, что мне нравится в Слове Божьем? То, что оно такое тонкое. нет места никакой неопределенности. Бог требует абсолютного посвящения. Вы или за Него, или против. Так задайте себе вопрос прямо сейчас. Вы за Ишуа? Вы последователь Мессии, Иисуса? Вот в чем вопрос. Если да, тогда Бог требует посвящения. при этом вы понимаете, что ваша вера в Него и ваше посвящение Ему могут привести к тому, что вы будете в конфликте с людьми. Вас будут отвергать члены семьи, родители, дети, братья, другие родственники. Такова истина Евангелия. Это меч, который разделяет. И он говорит здесь трижды. Если у нас нет этого посвящения, что он сказал? Что тогда мы недостойны Его. И вспомните, о чем мы говорили на прошлой неделе. Если мы постыдимся Его, то и Он постыдится нас. Если мы не будем исповедовать Его перед людьми, а как мы это делаем? Не только говоря, я верю в Него, но мы также, эта вера, если она истинна, если она реальна, она проявит себя в послушании Его делу. И опять-таки, я постоянно получаю имейлы и хочу ясно сказать, что никто не спасается послушанием. Но мы спасены благодатью. Это бесплатный дар. И мы получаем доступ к этой благодати веры. Только верой в Него, приняв то, что Он сделал на Христе, веруя в Его воскресенье. Понимая, что своей смертью Мессия оплатил мои долги, заплатил за грехи, за все грехи в моей жизни. И благодаря этому факту я стал новым творением. Заметьте, о чем говорит Писание. Читаем 40 стих. Тут говорится, и вспомните контекст, все это в контексте того, что Иешуа посылает своих учеников. Говорит им, служить Ему, идти и сражаться против бесов, болезней, всего того, что против воли Божьей, всего того, что связано с результатами греха. И мы должны провозглашать Евангелие, переходя из города в город. И вот почему Он говорит, посмотрите 40 стих, «Кто принимает вас, принимает меня». Мы тратим время, делимся, любим, демонстрируем истину, и мы даем людям это евангельское послание. Если они принимают это послание, которым мы делимся, тут сказано, «Они принимают меня», то есть Иешуа. А кто принимает меня, заметьте следующее, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. А кто это? Бог Отец. И это учит нас очень важному принципу. И вот какому. Единственный путь, вы слышите? Единственный путь, как мы можем принять Бога, живого Бога, единственного, истинного Бога, мы, евреи, верим в одного, истинного Бога. Я также верю в Троицу, и в этом нет конфликта. Но для того, чтобы иметь правильное отношение с Богом, вы должны принять того, кого Он послал, Иешуа. Так что, если вы отвергаете Иешуа, вы отвергаете Бога Израилева. Вы слышите это? Если вы отвергаете Иисуса, вы отвергаете Бога Израилева. Вот что Он говорит здесь. Если вы принимаете Иешуа, вы принимаете того, кто послал Его. Бог Отец послал Сына, Бога Сына в этот мир. Читаем дальше, 41 стих. Кто принимает пророка во имя пророка, тот получит награду пророка. Вот о чем здесь речь. Когда кто-то приходит во имя пророка, то принимающий его делает это по откровению. Когда кто-то приходит во имя пророка, я думаю, это значит делиться пророческой истиной в Писании. Когда кто-то говорит, вот пророчество, вот что сказал Исайя, Еремия, Езекиил, Даниил, и вот чему учил Иешуа. Когда мы принимаем слова пророков, то чему они учили через человека, который делился этим, тогда мы тоже получим награду пророка. Во второй части, 41 стиха сказано, «И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника или плату». Так что, когда мы... И заметьте здесь, не случайно, что Писание развертывается именно так. Он начинает с пророчества и дальше праведника. И какое здесь послание? Очень простое. Это происходит через пророческую истину. Пророческая истина производит праведность. Вот почему я делаю акцент на пророчестве. Если мы не поймем пророческого откровения, мы не поймем Божьего определения праведности. Итак, приняв пророка, вы получаете награду пророка. Приняв праведника, вы подтверждаете, это праведно, и получаете награду праведника. И дальше он говорит в 42 стихе, «И кто напоит одного из малых сил только чашью холодной воды?» Я думаю, здесь речь идет о тех, кому общество относится с пренебрежением. Возможно, это ребенок. Речь о том, кто другими рассматривается как неважно. Когда вы даете ему попить, и заметьте, что здесь сказано, «И кто даст попить, напоит одного из малых сил только чашью холодной воды во имя ученика?» То есть вы это делаете почему? Только потому, что вы ученик Ешуа. Потому что вы понимаете, что так живет ученик. Мы отдаем на нужды других. Таково наше призвание. Ешуа вспомнил наши нужды на всю вечность. И не важно, что будет в этом веке. У нас все будет в избытке. В иудаизме, когда мы говорим о царстве, о царстве Божьем, одно из слов, которые мы используем, прилагательное для описания, «шейфа» — это царство избытка. В царстве Божьем не будет никакого недостатка. И потому здесь сказано, «И кто напоит одного из малых сил?» «Только чашью холодной воды», — говорит он, «во имя ученика». Заметьте, как заканчивается эта глава. Он говорит, «Истинно говорю вам». И дальше, «Нет, нет». Так что можно перевести как «никогда, никогда». Подразумевается это «никогда, никогда не потеряет своей надежды». Делающий это не будет проигравшим, но получит великую награду. Так что будьте тем, кто не только говорит о посвящении. Мы видим здесь, что Писание говорит о двух группах. Одна за, другая против. И те, которые за, демонстрируют это, беря свой крест. Они понимают, что призвание — страдать, подвергаться гонениям и даже потерять свою жизнь. Мы должны быть благословением для других. Наше посвящение — благословлять других. И делая это, мы не потерпим урона. Мы никогда не потеряем великих обетований, благословений, которые Бог приготовил для нас. Где? В Царстве Божьем. Что ж, время закончилось. До встречи на следующей неделе. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.